Небольшой катер выходит в море. На борту сотрудники лаборатории. Сегодня их задача – забор воды в районе глубоководных выпусков очистных сооружений курорта. На расстоянии более двух километров от берега пробоотборник окунают в воду, собирают материал для анализа. Отобранную воду переливают в канистры для транспортировки в лабораторию. Каждый глубоководный выпуск контролируется в четырех точках, в том числе в радиусе 500 метров влево и вправо от него и в так называемой чистой зоне. Мы периодически проводим отбор проб водной части, которые Черного моря, с выхода глубоководных выпусков. Проводится от уреза воды в 300 метрах, это фоновые концентрации, и непосредственно у самих оголовков водовыпусков. Несмотря на то, что качество воды, которая выходит в море после очистки на сооружениях, контролируется на самих очистных ежедневно, воду в районе выпусков проверяют регулярно и очень тщательно. Такую работу проводят не реже, чем раз в квартал. Последние пробы, например, были взяты всего две недели назад. Сегодня, после того, как морская вода была отобрана, ее отправили в лабораторию на анализ. Здесь ее тестируют на химические и бактериологические показатели. Проверяют в течение пяти дней и уже после дают заключение о качестве воды в Черном море. Качество воды однозначно соответствует всем установленным требованиям, потому что помимо того, что мы делаем сами анализ, мы делаем еще параллельно и с контролирующими нас органами. Как бы все совпадает, все соответствует нормативам. А это значит, что очистные сооружения курорта работают без сбоев, а также то, что вода в акватории Черного моря абсолютно безопасна. С начала года в Сочи уже взято более 180 проб, в том числе в зоне купания, и все соответствуют нормативам. Всего в городе 42 точки сбора данных. Работа в каждой из них продлится до осени, пока температура воды не опустится до 18 градусов.